Приветствую вас на демонстрации возможностей нашей отраслевой CRM для клининговых и дезинфицирующих компаний. Рассмотрим ее основные возможности. Мы предусмотрели 7 воронок продаж для вашего бизнеса. Каждая воронка содержит все необходимые этапы продаж. Для наглядности я продемонстрирую вам основные сценарии использования CRM. Первый сценарий это работа с B2B клиентами. Для обработки лида создадим быструю сделку. Указываем название сделки, сумму и контактные данные. В поле контакт можно выбрать один из существующих контактов либо добавить новый. Аналогично для компании. Обратите внимание, что после создания быстрой сделки в разделе компании появится информация о компании с привязанной к ней контактным лицом. Аналогично работает для контакта. Переносим сделку на соответствующий этап и переходим к заполнению карточки сделки. Мы видим, что карточка содержит сумму сделки, контакт и название компании. Помимо этого автоматически присваивается дата создания сделки, а также менеджер ответственный за работу со сделкой. Далее перейдем к полям для заполнения. В поле вида услуг можно выбрать одну или несколько услуг из заготовленного списка. Затем указываем площадь помещения в квадратных метрах и количество комнат. Ниже указываем адрес объекта. Далее мы можем указать комментарии о санитарном состоянии объекта в случае необходимости и указать сопутствующие проблемы из заранее заготовленного списка. Если потребуется дополнительная оценка работ, то вы можете назначить дату, время и ответственного сотрудника. У каждого сотрудника есть интерактивный календарь, где указывается его свободное и забронированное время. Последним пунктом мы выбираем тип объекта и нажимаем «Сохранить». Далее мы переносим сделку на соответствующий этап воронки продаж. И уже на основе выездной оценки можем скорректировать стоимость услуги и указать какие-то комментарии. После того, как клиента платят, сделка переходит на этап планирования работы. На этом этапе необходимо назначить дату, время и выбрать сотрудника, который будет исполнять этот заказ. Далее сделка проходит по этапам выполнения работ, прием работ и в случае, если все хорошо, переходит на стадию завершения сделки. Второй сценарий – это работа с B2C-клиентами. Для этого выбираем соответствующую воронку продаж и переходим к созданию быстрой сделки. Указываем название сделки, сумму и контактное лицо. Для примера можно выбрать один из существующих контактов. Нажимаем «Сохранить» и переходим к заполнению карточки сделки. Так же, как и в сценарии с B2B, карточка содержит сумму сделки, контакт, дату создания сделки и ответственного менеджера. Переходим к редактированию информации о сделке. В поле «Вид услуги» можно выбрать одну или несколько услуг из заготовленного списка. Далее выбираем тип объекта, указываем адрес, указываем площадь в квадратных метрах и количество комнат. В поле «Сопутствующие проблемы» можно выбрать подходящие проблемы из заготовленного списка. Далее мы можем редактировать поля о наличии и количестве животных и комментарии о санитарном состоянии объекта в случае необходимости. После внесения всей информации нажимаем кнопку «Сохранить». Далее переносим сделку на этап «Планирование и согласование работ». На этом этапе мы можем скорректировать сумму сделки, а также назначить дату, время и сотрудника, ответственного за выполнение работ. В случае, если в выбранный период рабочее время сотрудника забронирована, интерактивный календарь сообщит об этом. Выбираем согласованную с клиентом дату и время проведения работ, а также ее длительность. Сохраняем. Переносим сделку на стадию предоплаты и после оплаты переносим на стадию выполнения работы. По завершению работ сделка проходит этапы прием работ, оплата и в случае, если все хорошо, переходит на стадию завершения сделки. Последний сценарий – это регулярные сделки. Для этого выбираем соответствующую воронку продаж и создаем быструю сделку. Допустим, к вам обратились за регулярной уборкой раз в месяц. Заполняем все поля быстрой сделки. Переходим к редактированию карточки сделки и заполняем все поля по аналогии с прошлыми сценариями. Единственное отличие – это поле «Регулярная сделка». Здесь в поле «Повторяемость» из выпадающего списка выбираем пункт «Регулярно». В поле «Период повторения» выбираем пункт «Ежемесячно». Далее указываем дату проведения работ. В поле «Условия завершения» можем указать одно из условий, например, по количеству повторений. Далее мы видим два поля – значение даты начала созданной сделки и значение даты завершения созданной сделки. Они используются в случае, если необходимо, чтобы дата начала или завершения сделки смещалась. После заполнения всех необходимых параметров сохраняем сделку и переводим ее по всем этапам воронки продаж до стадии завершения сделки. Затем, спустя указанный период, сделка снова появится на этапе «Новая заявка» и менеджеру снова необходимо будет ее проработать. Это все основные сценарии использования нашей CRM на базовом тарифе. В случае, если вам необходимо расширить функционал, мы можем разработать для вас дополнения, которые будут удовлетворять потребности вашего бизнеса.